ну короче спасибо спасибо почему если петр первый нашел здесь железную руду трактор все равно сделали из дерева это надо вырезать тебе местные когда-нибудь навалять за это на самом деле я расстроился петр заводском но комикс да мы россия в карелии может появиться долина зайцев идею предложил петрозаводчанин сергей гапанович автор предлагает очистить скала от надписей вдоль трассы кола в прионежском районе вблизи станции шуйская и украсить их вырезанными в камне зайцами таня я тебя люблю я просто читаю у меня нет тани у меня только жена америка как с этой вот и она не то я делась потом вырежешь все тани я тебя люблю вот вас я какой-то сделал серьезное признание любви в карелии одной тани и как ты смотришь на дании на данное произведение я считаю что это некрасиво очень красивый ландшафт красивая скала и какая-то убогая надпись из баллончика от таких вещей надо избавляться ну и же не как обычно но это обо всем но ты готов принимаю при меня кита мере против этого я не готов не знаю что ты готов череповец 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 друзья это сергей ну просто скажи как это пришел в голову это случайно я не виноват случайно и сколько здесь зайцев уже вырезал 400 и что мы дел будем сейчас сейчас ты будешь релый зайц а потом сергей доделает бурик красиво ты не увидишь пока не доделать куда честно говоря был вполне уверен что у американца ничего не получится и руки у него крюки но на самом деле получается очень даже неплохо энди приложил максимум усилий но выяснилось что придется эту работу все равно заканчивать сергею хочу показать вам как это выглядит энди насколько сложно было выпиливать зайцев на самом деле было легче с одной стороны чем я ожидал но с другой стороны сложнее потому что начертить это одно а чтобы потом красиво получилось конечно в итоге я только могу доверять профессионалы чтобы закончил этот проект да сергей обещал нам прислать итоговое видео или фотографию хотя бы о том как это будет выглядеть многие наши подписчики наверняка задаются вопросом вот это вот все нафига так делать нифига что тут скучно мышь в провинции а это серьезно этот проект не приносит денег нет это не коммерческий проект и вход сюда будет постоянно бесплатно банальный вопрос который задают все по поводу того почему зайцы у молодого но у юного русского гражданина по имени сергей было случаем детства когда ему было 6 лет он заблудился в лесу в карелии и ночью согревали его зайцы пришли куча вот это зайцев они окружали его дали тепло и утром проводили его домой поэтому всю зиму теперь сергей ходит в красивой кроличьей шубе какая конечная стадия что что происходит сколько зайцев есть сегодня и сколько должно быть в конце на сегодняшний день 400 должно быть тысяча в первую очередь хочу закончить резко и потом заняться благоустройством не перескочить на другие скалы карелии там будет намного сложнее все интереснее я думаю мы увидимся еще я думаю что где почитать где посмотреть мы обязательно поставим ссылку в описании на этот замечательный проект как как люди могут получить своего собственного номерного зайца на этой стене очень просто заходит на сайт выбирает себе зайца там сумма взносы 3000 рублей мы потом его вырезаем на скале и у него появляется свой номер то есть человек получает сертификат с этим номером да и он приезжает он знает что вот под номером таким-то его заяц то и все и вот то есть это можно оставлять детям внукам правнукам перепродавать а можно за это такого за это в тельняшке можно сделать пьяного мы объявляем открытый конкурс впервые проекта американцев в ютубе а какой комент набрать после 100 лайков за две недели получит вот это каменный заяц из долина зайцев из карелии недалеко петрозаводска подарок и скажите что вы думаете вообще об этом проекте а сергея а петрозаводске о карелии россии об американцах давайте креативные опишите как будто вот эта книга жалоба и предложение вас обидли очень сильно они специально начали летать на скалу и чтобы людям из окошка показывать эту долину петрозаводск в каком-то смысле для меня он хорош именно тем что он немного меняется он будет капит он будет прямо все время говорить как это было в детстве будет много сентиментальных вещей которые ему одному интересно я смотрю на этот дом я смотрю на этот троллейбусный парк на те троллейбусы которые до сих пор ходят по улице петрозаводска я как будто возвращаюсь в детство здесь я вижу что все хорошо все уютно американец снова будет ходить по улице снова будет говорить как здесь все классно и за архитектуру переживают и и у токачевского кисле лицо обожаю этот двор здесь мы гоняли на велосипеде орленок а здесь рядом с вот этим ящиком где стоят газовые баллоны мой двоюродный брат костя бросил в меня кирпичом такие привет следующий раз построить или на целый получше а я думал ты скажешь нет это многое объясняет ну а вот и 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 Невозможно было приехать в Петрозаводск и не оказаться на местной достопримечательности Это набережная Берег Онежского озера, которое вот сейчас до сих пор стоит во льду Здесь вообще на набережной очень много современного искусства Некоторые вещи совершенно непонятны, но здесь все ясно, это рыбаки Я скажу честно, набережная красивая, но здесь немножко скучновато Потому что несмотря на то, что есть вот эти все предметы современного искусства Здесь не сказать, что много, например, каких-то интересных вещей для детей Здесь нет каких-то мест, где можно было бы перекусить Золотую середину не удалось найти И получилось так, что теперь здесь могут гулять только любители именно прогулок Ну короче, я не понимаю, как на ровном месте вот это жжение Можно найти, о чем плакать, о чем нить Но это приятно будет странно Вот набережная, вот покажи, вот здесь 30 метров отсюда И он говорит, здесь ничего нет на набережной Только вот самый клевый фитнес-зал, который я видел в России на улице И народ отдыхает и упражнения Ну как обычно, как у всех русских Вот эта жжение любит просто жаловаться обо всем Просто без всякой причины Вот объясните, почему вот так И пожалуй, что это, наверное, самая ровная дорога в городе Петрозаводске Петрозаводске So, John, tell me, how many years have you been living in Russia? I've been living in Russia 20 years Okay, and what cities have you been to? I have been to Moscow, St. Petersburg, Moscow, St. Petersburg So, Justin, how long have you been living in Russia? I've been here since the 1st of April, so not real long, Andy So, about two weeks And why did you decide you want to go and see Петрозаводск? I want to see as much of Russia as I possibly can I wanted to get outside of the bigger cities So, what caught your attention of Russia? Why do you want to go and see the different cities? Well, one is because it's very different from where I'm from Which I think is interesting And two, what's not like to like about this? You've got a huge lake, you've got wide streets You've got a sun shining It's gorgeous here So, what was your first impression of Петрозаводск? Like I said, I've had a smile on my face since I got here I really like it What's the next city on your list to visit after Петрозаводск? Новозибирск, Норелск, we go to Челобенск, Владовосток, Иркутск Well, it looks like we have another person on our YouTube channel team So, meet Justin, we'll see you around Виктор, расскажи про местную эклектику Я так понимаю, что вот в этом месте собралось раз несколько эпох Да, этот перекресток уникален тем, что тут можно наблюдать как минимум четыре эпохи Собственно, сталинский ампир – это почта, очень знаковое место в городе Рядом к нему пристроен телеком Это, в общем-то, конструктивизм, да, или что-то у него похожее За нашими плечами дом начала 20 века, 1905 год И обычная новостройка, многоэтажка То есть, вот можно посмотреть и убедиться, насколько разные здания сочетаются друг с другом в одном пространстве А тебе, как местному жителю, это нравится? Здесь смотрится неплохо, но часто такие вещи раздражают Хочется какой-то чистоты стиля и каких-то более, ну, уютных улиц, что ли Еще одно место из детства – это дворец детского творчества, если я правильно помню, называется Так вот здесь, в самом начале 90-х, открылось кафе настоящего американского мороженого Причем это была не реплика какая-то, а самая натуральная кафе Бен и Джерис Как гласит старинная легенда, в конце 80-х основатель сети Бен и Джерис Я, к сожалению, не помню, как его зовут полностью Путешествовал по СССР и заехал в Карелию Карелия оказалась похожа на Вермонт, и он решил, что первый Бен и Джерис в этой части мира должен быть именно здесь, в городе Петрозаводск И вот здесь, вот это непосредственно то самое место, здесь есть вход, где, в общем-то, все это и происходило Это было соприкосновение с чем-то сверхъестественным Это было такое ощущение, что я в Америку слетал Сколько стоило мороженых в Бен и Джерис? Совершенно не помню У меня сейчас есть ощущение, что это было какое-то особенное мероприятие Это не то, что мы могли каждый вечер сесть на велик и приехать сюда А для этого требовалось какое-то специальное там особенное событие Типа день рождения или, не знаю, или четверг Ну, чтобы был повод обращаться к родителям за выдачей денежных средств В особо крупных размерах Петрозаводск моего детства совершенно невозможно воспринять без вот этого культурного явления под названием Сарайка Вот именно так называли не сарай, а почему-то все мои родственники называли это сарайка Нужно было пойти, принести дрова И, в общем-то, горячая вода, она была только благодаря тому, что ты топил дрова И вот, соответственно... В квартире? В квартире, да, прямо вот в том доме Дом деревянный Как ты воспринимаешь такое произведение искусства архитектурного? Я скажу, что это и два американца, которые сами Они, к сожалению, сейчас кофе пьют Но они немного расстроились, что в Петрозаводске все так современно и хорошо Они хотели видеть больше как деревни Если вы походите по современной Москве, которая так похорошела при Сергея Семеновича Собянине Вы увидите, что... Когда вы идете по проспекту Ленина, здесь в Петрозаводске Вам просто у вас врибит в глазах от обилия вывесок Да-да-да, это та самая моя любимая тема Это выглядит очень дешево и провинциально Точно так же, как это во многих районах Санкт-Петербурга выглядит И мне от этого тоже стыдно, как петербургскому аборигену Нужно брать пример с каких-нибудь красивых европейских городов Да с той же Москвы Спасибо тебе, Петрозаводск, за счастливое детство Я надеюсь, что ты вырастешь вместе со мной Я надеюсь, что у тебя будут хорошие дороги, которых пока нет А в остальном ты очень крутой Друзья, мы призываем вас активно, чтобы вы не проходили мимо и подписывались на наш канал Колокольчик, комментируйте, скажите, что я не понял Обязательно скажите, куда мы не ходили Это в обязательном порядке Мы не сделаем больше такой ошибки, прости нас, Вологда В городе Петрозаводске есть аэропорт На самом деле, я расстроился перед Петрозаводском Серьезно? Да, серьезно Во-во-во, город детства, прости Сейчас будет правда матка Ну, на самом деле, город позитивный, люди клевые Мы были в креативном классе, мы гуляли с Виктором Сергей нам показал Долину Зайцев и так далее Архитектура на хорошем уровне, есть хорошие кафе и рестораны Но ничего для туристов нет Давай, я просто буду города перечислять А ты мне будешь рассказывать, что в них было для туристов А ты там находил такую сплошную ваниль Итак, череповец Здесь, в Карелии, это имеет вот такой бренд, что ждут туристов Ситуация нас заставила остаться в городе И именно в городе я это не наблюдал Я просто хочу сказать местным жителям Хватит комплексовать в вашем городе, он прекрасный Но нужно больше делать для туристов Нужно какие-то таблички, там где пушки, как это правильно сказать Где они, ну, не получилось у них Отливали их Да, вот, какие-то таблички, какие-то туристические маршруты Какие-то информационные центры и так далее Круто, что туристы ездят на природу Но нужно, чтобы они еще задержались в городе и оставили свои деньги здесь Спасибо всем, кто смотрел этот ролик Советуйте нам срочно, куда ехать дальше Потому что Россия огромная И, как мы уже выяснили, американец обожает открывать новые города Пускай пока только для себя Подписывайтесь на канал Там колокольчик Лайк Комментируйте Снима трешка Куда бы вы нас отправили в первую очередь? В город стартовало Не знаю, сравнивать с Европой, грубо говоря Ну, в Норвегии такой климат и ничего, нормально Там похуже, я думаю Похуже климат или похуже условия в Норвегии? Нет, условия там намного лучше, чем здесь А что вот они в таком климате сумели сделать, а мы не можем? Почему нельзя? Потому что мы в России живем Тут как бы вот, ноу-коменс, да? Мы в России А что здесь мы в России? Пока! 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 Продолжение следует...